Приветствую вас, у вас очень хороший запрос, в том смысле, что он хорошо поставлен, вот, хорошо сформулирован, и, в общем-то, содержит в себе главное, да, основание для вашего, так сказать, конфликта, основание для вашего, скажем так, ну, для ваших противоречий, назовём это так, вот, значит, в основе вашей проблемы лежит потребность создать семью, и я предлагаю вам начать, именно, вот, начать разбор, именно с этого, того, для чего мне нужна семья, того, почему я хочу семью, вообще, почему она мне нужна, что я хочу от неё получить, потому что, семья, она, ничего не даёт, как правило, семья, она, в основном, только лишь, забирает у человека, конечно, забирает она у него, только то, что он, человек, готов дать, но, тем не менее, забирает, поэтому, ваша, такая, надежда, на то, что вы сможете, получить, что-то, от семьи, ваша надежда, на этом, ну, является ошибочной, потому что, от семьи, от семьи, да, вы ничего, вы ничего не получите, это невозможно, дальше, почему вам страшно, когда вы думаете о браке, а дело в том, что, с одной стороны, вы нуждаетесь в браке, с одной стороны, но, с другой стороны, вы боитесь его, потому что боитесь близости, боитесь сближаться, с силой того, что являетесь, вот, зависимой, от других, ну, ну, в данном случае, в данном случае, речь идёт о семье, о вашей зависимости от семьи, вот, и, соответственно, таким образом, возникает механизм, сверх мотивации, механизм сверх мотивации, работает именно таким образом, что, то, чего человек очень сильно хочет, он, он боится этого получить, не может, не может это получить, потому что, слишком сильно хочет, с другой стороны, если он это получит, то, возможно, проблемы с экзистенцией, то есть, смыслом жизни, с дальнейшим продвижением по жизни, вот, в этом, ну, соответственно, есть угроза, угроза для человека, и, таким образом, подсознание уберегает. Дальше, вы пишите, что у меня два неудачных брака за спиной. Если у вас два неудачных брака за спиной, то, конечно, имеет смысл с этим поработать, имеет смысл это, это разобрать, имеет смысл смотреть, какие именно ошибки вы совершали, вот, чтобы понять, что вы делали не так, ну, вообще, что вы делали не так, и, соответственно, скорректировать ваше поведение, возможно, и сделать вас более удовлетворенной, чтобы вы не так сильно нуждались, мужчины. После второго развода прошло уже два года, я хотел бы создать крепкую семью. Зачем? Понимаете, когда вы хотите создать семью, вы направлены на семью, но не на самого человека, потому что сам человек воспринимается как средство для создания семьи. У меня есть дочь от первого брака, а это вы к чему, но ничего не получается. Получается создать семью правильно, потому что никто не хочет быть костылем с удовлетворением ваших желаний. Года почти два года назад я познакомился с мужчиной, у нас были очень теплые отношения, но больше здесь на расстоянии. Почему? Чем было, чем продиктовано? То, что вы выбрали себе мужчину на расстоянии. А мы собираемся в близости. Страх близости проистекает из чего? Из отсутствия личных границ. Значит, именно с личными границами нам и нужно с вами поработать для того, чтобы вы перестали бояться реального сближения. С людьми. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть личные границы это умение отделить себя от других людей. Умение отграничить себя и другого человека. Это бесконечно важно в отношениях. Если вы не умеете это делать, если вы постоянно берете ответственность за другого человека, например, то отношения выстраивать вам скорее всего крайне болезненно будет. И это нормально. Дальше. Так, в силу определенных обстоятельств мы не можем быть мест никаких. В течение этих месяцев после расставания периодически пациент обрабатывал плавниками, я тоже. Дальше. 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 Ну, может быть, вы не можете этого сделать, понимаете? То есть, дело в том, что вы посылаете перед построением отношений, вам это кажется слишком сложно. Но никого из людей вы не хотите сделать счастливым, никого из мужчин вы не хотите сделать счастливым. Знаете, вы говорите даже вот, что у меня проблема с выбором мужчин, но выбор всегда осуществляется в неких таких эгоистичных историях. А мы же с вами говорим про все-таки отношения. Хочется верить, понимаете? И если мы говорим с вами про отношения, то в отношениях людей не выбирают. В отношениях людей скорее хотят просто сделать счастливым. И у вас это желание сделать счастливым мужчину. Почему? Потому что вы не удовлетворены сами. Так, значит, специальные вот семинары и семинары. В каком контексте? То есть вас к нему тянет. Давайте определимся, что конкретно вас притягивает, что именно, что вставляет основу тяги к нему. Так, он живет женщиной, он сам мне об этом сказал, в то же время говорит, что несчастливый, если смутно представляет будущее, у него тоже ребенка второго брака, который живет с ним. Именно поэтому он стал женщиной жить, так как дочери необходима мать. Ну, я бы сказал, что это очень похожа на обмазку, потому что не так обязательно дочери мать, вот как любящий, любящий и удовлетворенный отец. Вот. Так, вся эта ситуация вызывает меня из колеи. Какая ситуация? Я не могу нормально работать, жду его сообщения. Зачем? Честно быть, я пытаюсь забыть, мне ничего не выходит. Самое главное, что когда свой вопрос о замуществе год назад, меня испугался. Чего? Видимо, он воспринял это как несерьезно с моей стороны. И я понимаю, что как только думаю о замуществе, что нужно останавливать на каком-то свой выбор. Очень боюсь, уже не хочу. Потому что замущество для вас имеет сверхмотивацию. Вот. То есть, это не акт свободной воды. Это именно какая-то вот для вас, это практически необходимость. А брак необходимости быть не может. Как будто я не хочу выходить из зоны комфорта и в то же время думаю о том, что вдруг этот мужчина вовсе не тот, кто мне нужен. Дело не в том, что вам нужен. Дело в том, у кого вы хотите сделать счастливее счастливо. И в первую очередь, вы можете сделать счастливой себя. Поэтому вам не нужна ни семья, ни кто-либо еще. Поэтому нужно просто разобраться в себе, в своих чувствах, в своих потребностях, принять себя. Вот. Я устал от этих мыслей. Просто хочется закончить нормальную семью. А я что мне делать? Ну, я надеюсь, что мой ответ вам помог увидеть, что семья это, в данном случае, это костыль для решения ваших проблем, как мужчина, пока что. Именно поэтому вам так трудно делать выбор мужчин. Именно поэтому вам так трудно строить отношения. с оглядкой такой на будущее, на брак. А отношения, они строятся немножко по-другому. Они строятся не так. Они строятся более импульсивно и более направлено на, ну, именно, именно на настоящее, не на будущее. Вот. Поэтому вам нужно разобраться с вашими потребностями, которые лежат в основе того, что вы хотите семью и хотите строить отношения. Вам нужно разобраться со своими страхами, чего вы боитесь. Вам нужно перераспределить ваши потребности по сферам. И вам необходимо проанализировать свое поведение в браке, потому что эти ошибки, которые вы совершили, они будут постараться. и в новых отношениях, которые вы, вне всякого сомнения, создадите рано или поздно. Это вопрос времени. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...